В этом уроке рассмотрим с вами методы, которые помогут нам связывать события с их обработчиками. Начнем мы с вами с методом Brind. Он принимает три параметра. Event, Data и Handler. Первый параметр это собственно само событие, с которым будет связан обработчик Handler. События могут быть Click, Double, Click, Mouse Over, Mouse Center, Mouse Leave. То есть когда курсор входит на данный объект, когда выходит из него. Средний параметр Data опциональный. Он как может присутствовать при вызове данного метода, так и нет. Это массив дополнительных данных, которые мы будем передавать в обработчик для внесения какой-либо дополнительной конкретики. Итак, что такое обработчик? Сейчас я вам покажу прототип функции обработчика. Тут все элементарно. Она принимает единственный параметр, EventObject. Мы с вами передавать его не будем. Его передаст сам метод Brind. EventObject это объект события jQuery. Данный объект мы подробно рассмотрим в следующем уроке. Я нарочно построил так курс, чтобы сначала вы составили представление о том, что это такое и зачем это надо. А потом мы уже рассмотрели все его атрибуты и методы. Зачем же он нужен в обработчике? А для того, чтобы опять же получить какую-то дополнительную информацию, чтобы наиболее корректно обработать сгенерированное событие. Итак, еще раз сначала, но коротко. Метод Brind установит обработчик Handler на событие Event. И каждый раз, когда будет сгенерировано данное событие, будет вызываться соответствующий метод для его обработки. Следующий метод, который мы рассмотрим, метод Unbind. Он, наоборот, отвяжет, грубо говоря, этот самый обработчик с данного события. Принимает два параметра. Event, само событие. И Handler, обработчик, который больше не нужно вызывать при генерации данного события. И еще один последний метод. Метод One. Он работает абсолютно аналогично методу Bind. Однако, установленный обработчик будет вызван всего лишь единожды. Если при применении метода Bind данный обработчик будет вызываться постоянно при генерации связанного с ним события, то после вызова метода One данный обработчик будет вызван всего один раз. Итак, давайте взглянем на код и поглубже вникнем в суть происходящего. Открываем документ BindingStart и сейчас попробуем обработать какое-нибудь простецкое событие. Например, давайте установим обработчик для события клик на нашем с вами элементе с idDivBlock. Передаем соответствующий селектор в конструктор jQuery и вызываем метод Bind для полученного элемента. Передаем в него два параметра. Первый из которых клик, то есть событие, с которым будет связан обработчик, назовем его клик-хендлер. Вот, что теперь нужно сделать? Нужно написать сам обработчик, вот этот клик-хендлер. Пишем функцию. Function. Click. Handler. Она у нас с вами принимает параметр eventObject объект события jQuery. Итак, что у нас здесь будет происходить при вызове данного метода? Ну, давайте поиграем со стилевым оформлением нашего этого div. Применяем соответствующий селектор снова и вызываем метод ToggleClass, который был рассмотрен нами в одной из предыдущих глав. И передаем сюда название класса. В данном случае это класс S4, который будет изменять, как вы можете заметить, цвет фона элемента. Снова сворачиваем блок со стилями. Сохранили документ. Идем в браузер проверять, что получилось. Обновляем страничку и теперь, когда кликаем на наш с вами div, происходит следующее. Либо добавляется класс S4, либо же метод ToggleClass его снимает. Вот, теперь давайте попробуем применить метод unbind. Или лучше давайте попробуем применить метод one. Unbind рассмотрим в следующем уроке, когда будем заниматься изучением, собственно, объекта вот этого самого события. Давайте применим здесь метод one. Сохраняем документ. Что теперь должно произойти? Однажды мы кликнем, метод clickhandler вызовется. То есть наш с вами div по сути должен подкраситься желтым. Когда мы кликнем второй раз, ничего не произойдет. Итак, идем в браузер, обновляем страницу, кликаем на нашем div. Случилось то, что мы ожидали. Кликаем еще раз. Все, теперь стиль не меняется. На этом мы закончим данный урок. И в следующем еще более углубимся в изучение обработки событий с помощью jQuery. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...